Для большинства барнаульцев заводи и протоки Аби это настоящая терра инкогнито. Чтобы знать все закоулки этого водного лабиринта, надо быть или бывалым рыбаком, или сотрудником линейного пункта полиции. Капитан Руслан Карабань говорит, эти воды – лакомый кусочек для рыбаков, особенно для охотников за редкими породами. Урпина у нас богата, в принципе, рыбы. У нас непосредственно здесь, так сказать, обитает осетровый вид и пород рыб, как стерлядь, а также сибирский осетр, который занесен в Красную книгу Российской Федерации, по которому предусмотрена отдельная статья в Уголовном кодексе 258-я, прим. 1. То есть непосредственно данную рыбу от сибирского осетра нельзя не то, что ловить, например, на сети, его в принципе ловить нельзя. Вот он, результат браконьерства – сибирский осетр, запутавшийся в сетях. Этому повезло, а вот нарушителям, поставившим сети, нет, их оштрафовали на 160 с лишним тысяч рублей. За последние годы штрафы вообще выросли в 10 раз, но охота больше не воли. Мы пристаем к берегу в одной из проток, идем вглубь зарослей. Вот, пожалуйста. Итак, мы сейчас на границе Октябрьского района города Барнаула и Первомайского района Алтайского края. Вот там так называемая Балдинская протока. В весенний период там идет рыба на нерест в огромных количествах. И вот здесь, в этом укромном местечке, так называемый, мы видим, браконьерский стан. Причем он здесь существует уже далеко не первый год. Вот, остряки даже улицу себе написали Балдинская, номер 2. Номер 1, вон там чуть подальше, кстати. Идем дальше. Впереди Венеция. Условное обозначение целого потайного рыбачьего поселка. Не меньше десятка свайных домиков. А чем рыбачьи? С пиннингами, закидушками, завозухами. Обосучие. Сети какие были, все позабрали. Вот говорят тихомирно, просто выходные тут проводят, ничего не нарушают. Ну вот для этой цели, поэтому мы выезжаем, как я ранее говорил, по ночам. Заранее где-то располагаемся на противоположных берегах с видеокамерами. И чтобы уже человеку что-то можно было доказать и предъявить, соответственно, проводим видеосъемку. По словам правоохранителей, случаев, когда браконьеры сопротивлялись или, не дай бог, нападали на полицейских, не было. А вот между собой они, бывает, конфликтуют. Недавно даже перестрелку устроили, делили угодья. Так что патрулирование, засады – это для сотрудников рутина. Благо, в последние 2-3 года, по их словам, появилась скоростная техника и новое снаряжение. Браконьеров, может, меньше и не стало, а вот попадаться на удочку полиции они стали гораздо чаще. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.